Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егоров Профессор читал лекции в самых крупных вузах России. За оппозицию к власти попал в опалу. На него завели несколько уголовных дел. В 2018-м выехал из России. В феврале 2022 года подписал открытое письмо российских ученых и журналистов против полномасштабного вторжения России в Украину. И присоединился к антивоенному комитету России. Юрий Сергеевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для этого разговора. Начать я хочу с печального, с того, что вы вынуждены были покинуть свою страну и свою деятельность. Вы были объявлены в розыск и заочно арестованы даже, насколько я помню. Как разливается это дело историков? И главный вопрос, Юрий Сергеевич, зачем им это дело историков? Да, я хочу несколько уточнить. Я уехал еще задолго до войны. И уехал, потому что у меня была онкология. И я понял, что в Москве ее лечить не будут просто. Это лечение контролировалось специальными службами, так сказать. Помимо врачей. К врачам никаких претензий. Ну, меня, так сказать, как-то вытащили. Я пока еще живу после онкологии. Но я приехал на восстановление в Германию. А операция была в Израиле. Обратно возвращаться я уже и физически не мог. И пандемия началась, ковид. Ну, и всякие там прочие гонения. Вот потом, как вы говорите, меня заочно арестовали. А также у меня очень небольшие деньги, крайне небольшие деньги лежали в Сбербанке на счете. Их там не все, но часть сняли, заявив, что это вот он украл, так сказать. Ведь меня преследует не по политической статье, а по экономической. Это известная 159-я, 160-я статьи. Часть и 4-я. Это мошенничество в особо крупных размерах. В организованная такая преступность. Ну, это полный бред, понимаете. И прокуратура российская возвращалась в Средственную комитету все их, так сказать, обвинения и прочее. Но, тем не менее, это, безусловно, политическая расправа, используя экономические какие-то вот... Это очень характерно для России было в последние десятилетия. А зачем? Зачем? Ну, я понимаю, вот конкретно они используют экономические статьи. Ну, а преследовать историка, ученого, по любой придуманной статье, зачем? Что вы сделали? Почему? Нет, ну, я всегда то, что думал, что и говорил, и писал. А поскольку меня приглашали раньше на всякие политические ток-шоу, на основные федеральные каналы, я там говорил то, что я думаю. На канале «Культура» у меня были свои передачи, я там серию историко-документальных фильмов о русской культуре и мысли. Я их не снимал, я был автором сценария, говорящий, так сказать, головой, но это мои фильмы. Ну и так далее. И в лекциях своих я ничего не скрывал. И мой институт, я был директором института более 17 лет, академический. Стал таким местом, где проводились семинары, которые в других местах были, ну, начальство боялось их проводить. У меня вот в паре на этих семинарах самые лучшие, там, я здесь ксологи, пожалуйста, Готков, Леонид Дмитриевич, да, ну и прочие-прочие, и там политологи, юристы. А вот этот переход от... Я просто очень хорошо помню вас в эфире федеральных каналов, глаз вопиющего в пустыне. Буквально там один человек на всю студию, который говорил здравые вещи. А вот этот переход от того, как вы были человеком, которого приглашали все-таки в телевидение, который руководил научным институтом, очень авторитетным и большим, и вот до немилости этот путь как быстро прошел? Насколько он был стремительный? Ну, он долгий был путь, потому что меня начали травить гораздо раньше, чем, там, скажем, Россия оккупировала Крым, там, еще в конце прошлого века меня начали травить. Вот, но это действительно для них было непонятно. Директор самого крупного социально-гуманитарного института, академик там, я не знаю, и прочее. И вдруг вот он говорит такие вещи, да. Я всегда резко возражал, например, против той ненависти, которая лилась из экранов российского телевидения в адрес Украины. Я не понимал просто, почему такая ненависть. Вам может не нравиться политический выбор Украины, но ненависть к Украине и к украинцам, потому что же это, разумеется, это им все не нравилось. Я говорил это прямо и писал прямо, и в книгах писал, и в статьях, и в прессе, в независимой газете, например, о новой газете. Юрий Сергеевич, еще несколько вопросов о вас. Просто для зрителей такое введение в нашу беседу непосредственно об истории. Более 50 лет назад вы закончили Московский институт международных отношений. И, как написано в вашей официальной биографии, вы были однокурсником Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел Андроника Миграняна, важного идеолога нынешнего русского мира и ректора МГИМО. Вот у меня в этой связи вопрос даже не столько о ваших студенческих воспоминаниях о министре иностранных дел, а о том, как же вас так учили, Юрий Сергеевич, что вы такие разные получились. Ну, мне трудно сказать, как так получилось, потому что из МГИМО выходили разные, и выходят люди. И те, которые готовы обслуживать любую власть, а те, которые не готовы. Это во многом зависит от выбора человека внутреннего, может быть, от той семьи, где он рос. Есть разные причины, но тогда, когда мы учились, никаких противоречий у меня с этими тремя ребятами не было. Так сказать, мы с Лавровым играли в футбол, работали в студенческих строительных отрядах в Сибири там, ну и так далее. Мне очень жаль, что так у них судьба сложилась, хотя внешне, в высшей степени, так сказать, удачно. Но вы не общаетесь, наверное, давно уже, да? Конечно, конечно, безусловно. Это исключено. А вы не думали сами стать дипломатом? Ну, в советскую систему МИДа попасть не хотели? Нет. Я прежде всего не хотел работать с чиновником, с утра до вечера, а это дипломат. Поэтому я после института пошел в аспирантуру. Мне три года ничего не делал. То есть я занимался тем, что я хотел. Я читал книги, я писал, я ездил по стране, за пределами не бывал, поскольку был не выездной. У меня довольно рано начались тяжелые отношения с Комитетом Государственной Безопасности. Мне еще не было 22 лет, когда я был впервые задержан. Ну вот смотрите, 72-й год, рассвет Брежнева, комитет очень мощный. Вы учитесь в одном из самых престижных вузов Советского Союза. Готовятся дипломаты там. Но вот вы правду об истории своей страны знали тогда? Или все действительно верили официальным учебникам и не колебались дальше, чем линия партии? Вот как это было тогда? Я довольно рано стал понимать, что происходит. Видите, трудно поверить в это, но мне еще 10 лет не было, когда я уже понимал, кто такой Сталин, что это кровавый убийца и прочее, прочее. Вот с Лениным было несколько сложнее, но годам 20 я этого беса тоже из головы выбросил. Конечно, я все понимал, ну как все понимал. Я не знаю, кто все понимает, бог только, наверное. Но я читал много сам издата, я читал Солженицына и многих других людей. Потом, видите, МГИМО учили иностранным языкам. И нас заставляли просто читать буржуазные западные газеты. Заставляли читать. Был такой предмет, политический перевод. Мы читали. Ну и я там получал информацию тоже. Я думал, я смотрел. Ну вот. Ну то есть при желании можно было найти информацию, даже в то время? Безусловно. Ну, студент МГИМО, безусловно. Но при желании, я думаю, и не студент МГИМО. Скажите, вот после 91-го года, когда, ну, свобода наступила, вы оставались в науке, я так понимаю, да? Абсолютно. Я никуда не выходил, оставался в науке. Я получил право преподавать, потому что до 91-го года не члены КПСС, я никогда не был членом КПСС, не имели права преподавать гуманитарные предметы. Физику можно, математику можно, а историю там или философию нельзя. Как вы отнеслись как специалист к тому, что историю начали переписывать? Вот, все-таки для историка, наверное, это трудно, когда вот всю историю переписывают. Вот 91-й год, и по-новому открылась история. Нет, для меня ничего по-новому не открылось. Я, то, что я понимал, я просто становился старше, становился более образованным человеком, более информированным. Но, в принципе, для меня, как был коммунистический режим и коммунизм, зло так и осталось. Как был Сталин, зло так и осталось. Так что тут нет никаких проблем. А переписывание истории может быть в разном смысле. В смысле, например, современной власти, когда тех людей, которые начинают говорить какие-то нетривиальные вещи, обвиняют в переписывании. А другое дело, когда переписывают историю, просто рождаются новые поколения и пишут со своей точки зрения то, что было, понимаете, то, что они знают. То есть история — это не такие вот догматы. Это постоянно развивающееся знание о прошлом. Просто для меня интересно, вот почему, если в 90-е годы все было кристально понятно, ну, по крайней мере, все было сказано, что такое репрессивный сталинский режим, что такое Вторая мировая война, ну, по крайней мере, это можно было найти. Как случилось так, что это все потом опять начали переписывать, уже при Путине? Значит, такие люди, как я, плохо работали. Плохо работали, в смысле плохо, плохо и неубедительно писали, плохо и неубедительно преподавали. Значит, это так. Значит, мы свою работу плохо выполнили. Я не могу сказать, что в этом виноват, там, я не знаю, Федеральная служба безопасности, наследница КГБ, или там виноват господин Путин. Это мы виноваты. Это мы виноваты. Мы русская интеллигенция, российская интеллигенция, которая не сумела своему народу показать и доказать вот этот ужас этого режима, и что нельзя покупаться на этом вранье, которое снова полилось из телевизоров. Знаете, вот мне всегда было интересно, как научное сообщество в России сотрудничало с властью, ну, в хорошем смысле, помогало власти в 90-е годы, как think tank, то, что называется в американской культуре. Вот это было в России? Вот вы, как историк, например, могли посоветовать министру, премьер-министру подготовить аналитическую записку, что вот так лучше не делать, а вот если делать так, то это имеет такие последствия. Вот к вам обращались, как к историку? Вот такими вот, что ли, интеллектуальными научными центрами, о которых вы говорите, институты Академии наук были до падения советской власти. Советская власть инвестировала деньги в эти институты, чтобы получить адекватную информацию. Например, был создан институт США и Канады, где профессиональные американисты изучали Соединенные Штаты, и разумеется, что ЦК КПСС, который руководил всем, в том числе МИДом и внешней политикой, был заинтересован получать адекватную информацию, а не информацию какой-то там идеологического характера. Мой институт научной информации вообще был создан для того, чтобы давать власти прежде всего реальную картину того, что происходит. Ну, как мы это видим, разумеется. И в этом смысле ограничений почти не было. И напротив, ситуация резко ухудшилась в этом смысле после падения советского режима, когда перестали субсидировать Академию наук, и, разумеется, люди побежали из нее, потому что надо семью кормить, себя кормить и так далее. И вот такое плачевное состояние нашей науки сегодня, я говорю о социально-гуманитарной, я не говорю о науках естественных, этого я не знаю просто. Оно связано с тем, что просто людям денег не платят, и люди убегают. И потом наука до падения советской власти для многих людей была чуть ли не единственным прибежищем, чтобы не служить, не быть этим коммунистом, а вот так посидеть тихо и заниматься своим делом. Но в 90-е годы было масса возможностей, и люди себя реализовывали по-разному, и в бизнесе в том числе, и так далее. Сегодняшняя власть не то, что не заинтересована в какой-то адекватной информации, но, разумеется, она таких людей, как я, близко к себе и не подпускает даже. Ну, только вот если, так сказать, травить, арестовывать и прочее. Но, разумеется, они не хотят слышать. Мой друг Андрей Зубов, известная российская история, после вторжения российского в Крым, написал статью в газете «Ведомости», была такая либеральная газета, где он вот как бы с фантастической ясностью показал, что будет дальше, и что означает вот эта вот оккупация Крыма. Его тут же выгнали, он был профессором ГИМО, его тут же выгнали оттуда. Вот и все, вот пожалуйста. А человек писал точно, ясно, определенно. Ну, то есть сейчас в социально-гуманитарных науках, так как они идеологически очень важны, да, там абсолютная монополия власти, я так понимаю. Что делать-то ученому, историку, литературоведу, философу, социологу, который не хочет, не хочет, вот сервильно служить, сервильно. Брать менее опасные темы, там не на какие-то горячие темы, особенно современности не говорить, обходить это, ну и заниматься каким-то, там, я не знаю, таким фотостепенным делом. Либо бросать работу, но, например, в моем возрасте это уже невозможно, мы ничего другого не умеем. Вот, либо эмигрировать, но эмиграция это тяжелейшая, так сказать, вещь, которая психологически мало кто по-настоящему выдерживает. Вот, так что вот, это при том, что многие хорошо знают языки и их хорошо знают в заграницах, как ученых, но тем не менее. Ну, мы с вами, мы с вами свободны в выборе тем, нам не подавать в российский, в российский ВАГ, да. Давайте, вы упомянули ненависть к украинцам, о которой вы говорили много лет в России, опровергая вообще самовозможность этой ненависти. А в чем природа ее? Вот почему этот режим озлобился, а теперь уже и просто физически уничтожает украинскую культуру и Украину как цивилизацию? Ну, вы знаете, что тут простого ответа тоже не может быть. И я не хочу все оправдывать историческими какими-то традициями, корнями. Действительно, украинский вопрос существовал до 17-го года в Российской империи. И в Российской империи не было только тюрьмой народов или только империей зла там и так далее. Она была разной. К тому же, в конце 19-го, начале 20-го века она модернизировалась, демократизировалась. Но два вопроса национальных она так решить и не смогла, не успела. Это вопрос украинский и вопрос еврейский. Вот. И это, так сказать, вот такая серьезная традиция, да? Но все традиции только не объяснить. Потому что и меняются и отношения, и традиции и так далее. Я думаю, что ненависть к Украине, она связана прежде всего с тем, что Украина выбрала другой себе путь, чем Россия. Казалось бы, действительно, мы долгие десятилетия, столетия жили бок о бок, перемешивались. У меня сын наполовину украинец, например. И это типично для России. Многомиллионные страны, многонациональные и прочее. Но вот все изменилось теперь. Именно потому, что Украина выбрала другой путь. А они не скрывают, они не скрывают, они говорят, что вот если бы Украина не хотела идти в НАТО и вообще на Запад, то все бы так и жили. А Украина выбрала этот путь. А начальники в Кремле понимают, что если Украина окончательно уйдет, это будет громаднейшее поражение, потому что, ну что ли, русские, которые действительно близки к Украине традиционно, даже сегодня, они увидят, как возможно по-другому развиваться, как возможно по-другому, так сказать, осуществлять себя и свою историю, и свою судьбу и так далее. И, разумеется, это будет. И это будет. И это будет, когда закончится война, когда западная помощь и репарации Российской Федерации пойдут в Украину, Украина будет великолепной, новой, модернизированной страной, одной из самых таких современных стран Украины. И так прекрасно, хороша так с лицовой и прочее. Но тем не менее, она обновится еще, понимаете. Но вот вы говорите о Западе, который действительно, и вот выбор Украины в Западе вызвал такую реакцию Кремля и путинского режима. Но вот и хотелось немного об этих отношениях России с Западом. Сейчас Запад — это абсолютное зло, пропаганда культивирует ненависть ко всему Западному. Но в истории России было иначе. Были времена, когда российская элита говорила на французском языке, даже в быту. Было время, когда европейцы по происхождению и по крови правили Россией, фактически были ее лидерами. А теперь вот такая ненависть. Вот эти колебания, они когда-то могут успокоиться? Могут быть стабильные отношения? Вообще в природе это возможно? А я могу сказать, что вся эта ненависть — это у верхушки, которая, кстати, очень любит тот комфорт, который дарит Запад, тот порядок, ту красоту, которую можно увидеть на Западе. Они это очень любят. И детей своих, там, жен, любовниц, они держат как раз на Западе. Они в широком смысле слова, в разных странах. Что же касается, вот, в целом России, ее культуры, то она просто является частью европейской культуры. Мне очень нравятся слова, которые в свое время сказал президент СССР Горбачев. СССР и США — это одна цивилизация. Одна цивилизация. И общий европейский дом он видел как дом, который идет от Лиссабона до Владивостока. А может быть, даже от Ванкувера до Владивостока. Включая, так сказать, Северную Америку, которая тоже является важнейшей частью европейской цивилизации, в широком смысле слова, европатической, западной. Но и Россия тоже часть Европы. И в 90-е годы Россия ориентировалась на Европу тоже, как вот и Украина. И не исключало себя вступлением в НАТО, если примут, конечно. И вообще, так сказать, это было партнерство, которое могло перерасти в союзничество, в дружбу. И Россия дважды воевала в коалициях с Англией и Францией против, там, скажем, да, во второй войне против нацистского чудовища, а в первой войне против германского милитаризма. Вот, так что большой опыт традиции, разумеется. Вы говорите, что российская элита там говорила. Я вырос в семье, где вот моя бабушка, моя бабушка знала 8 языков. И она со своими подругами говорила не только по-французски, но и по-немецки, и по-итальянски. Их поколение еще, у них не был первый английский язык. Английский стал более в 20-м веке первым языком. А что касается русской элиты дореволюционной, то она на третьем, в этническом плане, была европейской. Немцы, шотландцы и так далее. А уж русские цари, Екатерина II, например, стопроцентная немка, ни одного грамма русской крови, одна из выдающихся русских царистов. Я сейчас читаю у Черчилля Вторую мировую войну, так тоже немного отвлечься от реальности, почитать о той войне. И там он пишет об ответственности стран Запада и европейских державах, которые после Первой мировой войны не повлияли на Веймарскую республику, должным образом не поддержали ее. И это закончилось Гитлером. Вот по этой аналогии, если она, возможно, вообще в истории сложно с аналогиями, после 91-го года что не сделал Запад, чтобы предотвратить вот это скатывание России в то, во что она сейчас скатилась? Ну, я, во-первых, прокомментирую Черчилля, да, позволю себе, хотя это великий политик, говорят, Нобелевский привик, кстати говоря, и не за политику, а за литературу и в истории Второй мировой войны. Так вот, Черчилль отчасти лишь прав, потому что, ну, разумеется, Версальский мир был жестким по отношению к Германии. И вся вина за развязывание этой войны и все эти жертвы была возложена на Германию, что несправедливо. Германия была виновата, но и Англия, Франция, Россия, Австралии, Англия, и, называя великие державы этого времени, тоже были виноваты в этой войне, безусловно. И у немцев, как бы, были основания обижаться, да? Но ведь тогда еще не знали, чем это можно закончиться. Вот после Второй мировой войны союзники уже действовали совершенно иначе, и гораздо больше помогали, и гораздо умелее помогали. А что касается Ваймарской республики, то она все-таки получала помощь от Запада. Были громадные американские инвестиции в немецкую экономику. И, в общем, все, что очень неплохо во второй половине 20-х годов. Но в октябре 29-го года великий экономический кризис начинается, и где тонко там рвется, да? Где слабое звено мировой экономики, политики там рвется. Германия в этом отношении, конечно, была слабее, чем Англия, Франция или США. Вот здесь вот это и прорвалось. То есть разные проблемы, которые существовали в германском обществе, наложились на эту катастрофу просто. Экономический уровень, благосостояние Рухмана, экономика Рухмана, миллионы безработных, голодных. Это как раз та атмосфера, где такие негодяи, такие вот авантюристы, как Гитлер и его окружение, чувствуют себя как рыба в воде. И чем хуже, тем лучше. Ну и потом я вам должен сказать, что вот не было еще этого опыта национально-социалистического, чтобы Запад испугался и стал всерьез заниматься, как он это сделает после Второй мировой войны. Если вернуться в начале 90-х, что Запад сделал не так, не знаю, я не могу получать Запад, я не могу получать, вообще никого получать не могу. И не только я, как вот, так сказать, физическое лицо. Ну и просто это невозможно. Ну, я так понимаю, что большие деньги тоже приходили сюда, там, международному валютному фонду, который по существу контролирует Запад и так далее. Другое дело, как распоряжались, как всем этим распоряжались в России. Ну и что касается самих русских деятелей, то у них не было опыта совершенно. Они не знали, что делать. Я это от многих, так сказать, вождей перестройки слышал, что мы не знали, что делать. Мы говорили о рыночной экономике, но мы не знали, что это такое, как это работает. Мы говорили о правовое государство, но мы не знали, как это работает. Потому что десятилетиями ничего этого не было. Не было опыта настоящего. Но я опять же говорю, что я ни на кого не перекладываю вину ни на Запад, ни на политическую элиту того времени российскую. Мы все виноваты. И, прежде всего я могу сказать, что виноваты русской интеллигенции, которая всегда была, так сказать, в первых рядах, ну что ли, поисков, а потом строительства такого, ну что ли, модернизированного, конституционно-правового мира, рыночной экономики, и социального благосостояния, и гарантий. Вот, не потянули. Еще один вопрос про Германию. Просто мне самому эта страна интересна, ее история. Вот есть такое мнение, что не случилось бы прихода Гитлера, если бы в 1888 году, год трех кайзеров, называют его в немецкой историографии, случайно бы не пришел к власти кайзер, который, собственно, привел к мировой войне, Вильгельм. Там были сложные семейные ситуации, состояние здоровья его предшественников и так далее. Вот, а вы вообще, во-первых, вы как историк, вы разделяете такое мнение, что есть какие-то узловые события, которые вот потом, вот, могут привести к какой-то катастрофе. Гитлер пришел через 50 лет после, в 1888 году почти. И в этой связи, какое событие, какой год можно назвать вот таким ключевым, из-за которого произошло то, то, что сейчас происходит, война и абсолютное скатывание в России в катастрофу. Не говоря уже о трагедии Украины. Вы говорите все правильно, но вопрос заключается в том, что если мы начнем искать причины сегодняшнего в прошлом, мы их с себя как бы снимаем, да, это вот там Кайзер виноват, или это там, я не знаю, кто виноват, там Брежнев, Хрущев, не важно, как это называется, Черчилль, виноват. А в Чарчилль это, наверное, так, в конкретном случае по-разному. Скажем, неудачный Кайзер, к которому и в Германии отношение такое, неудачный в смысле, что он не всегда был последователь, продуман, так сказать, в доле авантюризма в нем была. Но и Гитлер, это совершенно разные вещи, понимаете. Какое-то негативное отношение к Украине и то, что сейчас Россия делает в Украине, это разные вещи, понимаете. Это так же, как мне один человек из Израиля, немецкий еврей, который живет в Израиле, сказал, между антисемитизмом и освенцем, у меня небольшая разница, кто-то не любит евреев, это плохо, это ужасно, как любой всякий национализм. Но это не газовая камера, это разные вещи. И в этом смысле трудно сказать, какой год является ключевым. Для России это, конечно, 17-й год, когда позволили прийти к власти в конце 17-го года банде преступников, просто уголовников, которые потом разрушили и Россию, и Украину, и прочее. Кстати, 17-й год для Украины это тоже очень важный год, когда была объявлена созданием Украинской Народной Республики. Да? Летом 17-го года. И то, что сейчас врут российские политики и всякие там политологи о том, что это Ленин там создал Украину, это ерунда. Украина сама создала себя. Ленин создал Украинскую Советскую Социалистическую Республику, ну и Российскую Советскую Социалистическую, Белорусскую, и так далее, и так далее. И если, скажем, современный отрицательный Ленина, я его отрицательный, но не современный, говорят, что вот нет такого государства Украины, его создал этот, так сказать, безумец, социальный фантазер и прочее. Ну так же он создал СФСР. Никакой Российской Федерации никогда не было, так сказать, и Белоруссии не было, и, так сказать, там Грузии не было, и прочее. И украинский народ сам создал. То есть для него 17-й год тоже очень важный год. И Украина, например, история гражданской войны и история революции без вот этой украинской огромной главы невозможно, понимаете. и не понимали до конца ситуацию не только там. Красные занимались демагогией, обещая там что-то, но где белые генералы, которые выступали за единую, неделимую Россию, они тоже не понимали значения Украины. Значение Украины для России, а Россия для Украины, какие у них будут отношения в будущем, поначалу требования украинских, так сказать, политиков не были сведены к тому, что это отдельные национальные государства. Это широкая автономия внутри российских республики еще в 17-м году, но потом это произошло вот таким вот образом и такое отчаянное, жесткое, иногда и жестокое сопротивление большевикам, которое они встретили в Украине, причем в разных, так сказать, вариантах, и Петлюра, и другие, так сказать, оно, конечно, вызвало ненависть у этих московских большевиков и повышенная жестокость к украинскому крестьянству. Я думаю, оно связано с памятью, это же несколько лет назад все было тогда, с памятью о том, как против них, так сказать, воевали. С другой стороны, я не думаю, что это был геноцид украинского народа, потому что большевики были интернационалисты. В том смысле, что кого съесть украинца, еврея, латыша, русского, татарина, всякий пойдет. Ну да, и плюс они старались вытащить национальную составляющую. Даже те евреи, которые стали большевиками, они же не соблюдали своих традиций, они абсолютно потеряли связь со своим народом. Так что это, скажем... Троцкий говорил, что он не еврей, он, так сказать, вот, он революционер российский. Разумеется, но очень следили за этим. В 20-е годы, когда начался такой подъем и возрождение такой украинской культуры, там, традиции, этнологии и прочее, это очень обеспокоило Москву, потому что она понимала, что это может закончиться с разводом. Так было и с другими республиками, но Украина самая большая и по территории, и по населению, и, так сказать, по объему той культуры, которую они несли ее. Ведущие представители. Ну вот все, что вы сейчас говорите, это очень присуще имперскому сознанию. Сейчас слово имперскость, империя вновь вернулось в обиход. Очень часто обвиняют россиян в имперстве, даже тех, кто, в общем, ничего не делает вместе с Путиным и его режимом. Ну, во-первых, действительно ли присуща имперскость всем россиянам? И можно ли сказать, что сейчас происходит демонтаж окончательный российской империи? Ну, я вообще к слову империи отношусь спокойно и даже равнодушно. Потому что империи бывали совершенно разные. Одна империя, там, римская, британская, российская империя, австро-венгерская, германская. Они все очень разные. Слово одно, империя. Так как слово демократия одно, демократия бывает очень разная. Государства, они бывают очень разные. Что касается империализма, то это другое, это не империя. Империалистическая политика может проводиться и просто национальным государством, там, я не знаю, и мы это знаем, вы в жизни такое бывало, наблюдали в истории и прочее. Все россияне, имперцы, да, россияне не понимают этого ничего. Вот такой простой человек, он слов таких не знает, он живет своей, так сказать, жизнью, не трогайте меня, дайте мне в пятницу вечером поехать на дачу, а воскресенье вечером вернуться, чтобы электричка не была столь лишь забита, там, и так далее. Особо это не волнует. Что касается разложения империи, ну, во-первых, империя рухнула в 17-м году, во-первых. Советский Союз это попытка на разваленных той империи создать какую-то новую, хотя большевики никогда вслух про это не говорили и были бы очень обижены, если бы их назвали продолжателями имперского дела. Но, де-факто, это оказалось именно так, и, разумеется, вот это вот имперское мышление, оно очень характерно, но оно характерно для представителей английской интеллигенции было, сейчас уже нет, французской интеллигенции, бельгийская интеллигенция, немецкой интеллигенции, американской интеллигенции и так далее. Это и, соответственно, политических кругов, политических классов. В этом нет ничего такого особенного. И, в общем, империя это один из способов организации политического, экономического, там, культурного пространства. Но я думаю, что конец русско-советской империи, да, она закончилась. Главный вопрос, это, конечно, вопрос Украины, в том смысле, что хорошо разговаривать и говорить хорошие слова, когда каждый день ты читаешь, ты начинаешь читать того, что там убиты там сколько-то человек, даже один человек. Это страшно, понимаете. Я помню, когда я впервые увидел в телевизоре картинку разрушенного дома, я не помню, где это было. А потом картинку в Краматорске, когда люди ждали поезда на перроне. Тогда меня это убивало полностью. Но даже к этому горе и несчастью привыкаешь, хотя нельзя к этому привыкать. И теперь это уже не проблема политики или геополитики, НАТО или не НАТО, это политика зла и добра, это политика насилия и политика отказа от насилия. И чтобы там не говорить, я не знаю, там, братский народ, как говорил президент Путин, ну давай братьев тогда уничтожайте. Я во всех, я извиняюсь, что я тебя цитирую, во всех интервью, вспоминаю историю с Каковским водохранилищем, когда специально, значит, спускали в воду, чтобы не было питьевой воды у жителей, которые там делили. Начало вот сезона, так сказать, когда распахиваются земли, сеются там. И чтобы не было в Запорожской АЭС воды для охлаждения реакторов. Это же делали специально. Это не то, что артиллерист промахнулся или там, я не знаю, пехотинец не туда выстрелил. Ну, всякое бывает, но это делается специально. Это значит, кто-то придумал, а кто-то осуществлял это дело. Это неслыханно. Это не вопрос политики. Это просто вопрос человеческой жизни. Я не знаю, народы ведь рассыпятся, россияне рассыпятся, я не знаю, какой режим там будет. Но я знаю, что народы все равно будут жить бок о бок. Никуда не денется друг от друга, как палестинцы и евреи живут бок о бок. Все равно, какие будут отношения, не могу себе писать. Я не верю, что украинцы просят когда-нибудь. Там через тысячу лет все забывается и проходит. Но про мое поколение говорить нечего. Но я верю, что на протяжении жизни вашего поколения этого не произойдет. И, конечно, в этом виновата Россия. С другой стороны, я должен вам сказать, я извиняюсь за цинизм, украинцы должны потом памятник Путину поставить. Потому что это Путин заставил мобилизовать все лучшее, что есть в душе украинского человека и мужество, и стойкость, и мудрость, и так далее. И вот то, что все западные военные специалисты поражаются, как украинцы быстро осваивают более сложную, чем бывшие советские техники. Более того, что-то усовершенствуют, что-то подчинят. То есть все лучшее вот от таких мелких, но важных вещей, до того, что Украина сумела выдвинуть такого лидера, как Зеленский. Это такой новый Черчилль, если угодно. Хочем не сглазить. Это человек, который действительно вождь Украины. Это человек, которого не стыдно показать миру. И мир видит, кто это такой. Это молодой, сильный, опытный, я уже опытный, деятельный, когда он по-английски обращается ко всем, что это культурный, современный человек. И его окружение такое, и заложный, сырский, и остальные. Это все блистательные генералы, полководцы. Запад уже сейчас говорит, что украинская армия уже сегодня одна из самых сильных в мире. А какой она будет, когда она переооружится окончательно и перейдет на более современные натовские стандарты. Ну, лучше, конечно, не памятник, а лучше сделать важный и информативный стенд в будущем музеи этой войны, в музее тоталитаризма, и рассказать потомкам, какое злодейство совершил этот, в общем, неудачный офицер Комитета Государственной Безопасности. Последний вопрос хотел вам задать. Вот масштаб событий, в которых мы сейчас живем, вы, как историк, осознаете, такие события происходят нечасто, и это потрясает всю цивилизацию земную. Вот насколько будет сильный масштаб перемен после войны, после украинской победы? Останется ли что-то от того вот после Второй мировой войны созданного мира? Или мы будем вообще в чем-то новом жить? Как вы думаете? Мне трудно сказать, как трудно любому человеку сказать, что будет. Ну, конечно, так как прежде было, не будет. Понадобятся новые какие-то институты международные, понадобится глубокая реформа, организация бюджетных наций, понадобится выработка отношения к России. Как не допустить в России потом какой-то гражданской войны или войны там всяких, ЧВК, потому что там ядерное оружие просто, это опасно для всех, и химическое оружие, биологическое. Это опасно для всех. И, конечно, чтобы не допустить, чтобы в России пришли к власти там неонацисты какие-то вот российские, не путинцы, а уже следующие, поскольку это поколение тоже сойдет. Трудно сказать, очень серьезные проблемы. И это проблема для Украины, которая находится на самом передовом, что ли, вот, в передовой позиции по отношению вот к агрессивной России. И я повторю, что я не сомневаюсь в замечательном будущем Украины. Хотя одновременно легко говорить так, да, сидя в теплой квартире и не подвергаясь никаким. И я очень сомневаюсь в том, какое будет будущее у моей страны. Я все равно остаюсь русским, понимаете. При всем этом стаде, который я испытываю, боли, которые я испытываю за украинский народ, для меня это еще и проблема, так сказать, вот, моего единственного сына, который наполовину в Украине, и в детстве постоянно был на Украине и вывозили туда. Вот. Но изменится, конечно, очень и очень много, безусловно. Вот. Но я думаю, что Украина показала, что может народ, если он мобилизует себе лучшие качества. Во всех людях и во всех народах, во всех. Есть лучшие и худшие качества. Вот сегодня Украина демонстрирует просто вот, знаете, сейчас она фаворит вот всего человечества, так сказать. Спасибо, Юрий Сергеевич, спасибо за то, что вы это видите, понимаете и говорите об этом. Да, мы тут тоже, находясь в самой Украине, под дронами, ракетами, с близкими, любимыми, которые на фронте, мы ни разу не сомневаемся в будущем процветании и могуществе и успехе победившей Украины. Спасибо вам за то, что вы... Спасибо. 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 Благодарю вас. Это был историк, академик Юрий Пивоваров. Оставьте, пожалуйста, свои комментарии под этим видео. Обязательно распространите его, если хотите и можете, и подпишитесь на YouTube-канал Freedom. Меня зовут Сахьян Наймурзаев. До встречи через неделю. Берегите друг друга и берегите Украину.